Производство вагонов Уралвагонзаводом неуклонно снижается уже второй год подряд. И это несмотря на то, что спрос и цена на них растет. Так, ранее глава трансконтейнера Виталий Евдокименко жаловался на дефицит железнодорожных платформ. Аналогичная ситуация с цистернами для перевозки нефти и нефтепродуктов, хопперами для зерна, полувагонами для перевозки насыпных грузов. В то же время производственные и финансовые показатели предприятия не падают, потому что оно перешло на производство оборонки. С начала СВО объемы производства бронетехники выросли в четыре раза. Зачастую отгрузки выполняются досрочно. Отмечу, что машины, которые мы отправляем на фронт, постоянно дорабатываются с учетом боевого опыта, повышается их защищенность и так далее. Концерн «Уралвагонзавод» – крупнейший в России разработчик и производитель бронетанкового вооружения и техники, а также грузового подвижного состава. Владимир Артяков, первый заместитель гендиректора «Ростех», цитирует издание «Коммерсант». Ранее министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявлял, что предприятие нарастило поставки и капитальный ремонт танков Т-72 и Т-90 более чем в три с половиной раза. Кроме того, предприятие готовится по заказу Министерства обороны России начать выпуск танков Т-80, которые серийно выпускались в СССР. Но для этого нужны мощности и дополнительные рабочие руки. По отчетности все хорошо, вот тут и «Уралвагонз» вспомним, что по отчетности вроде хорошо, не что там единственный завод по производству танков в России. Вот здесь как бы все прекрасно, но вы построили там большое количество танков. Эти танки были подбиты в течение там нескольких месяцев. И тут возникает вопрос, что вы в статистике отчитываетесь, что у вас все хорошо, а все, что вы произвели, его уже нет физически. Я другой пример приведу в ответ – это состояние с гражданским авиастроением. За первую половину 2023, то есть текущего года, в Российской Федерации собрали два новых самолета. На всякий случай напомню, что предыдущие годы количество собранных самолетов, оно превышало 20. Экономика России перешла на военные рельсы, и это в своем отчете косвенно подтвердил Центробанк России. Центробанк России выдал отчет, в котором появилась очень интересная фраза, что основная проблема экономики России заключается в том, что производство товаров и услуг фиксируется в сферах, не связанных с потреблением либо инвестированием, а с другими сферами. И многие экономисты сказали, что по сути в этой фразе был скрыт некий смысл, который заключается в следующем, что сейчас производство концентрируется вокруг военной сферы. Все, что производится, оно отправляется на фронт. И при этом товары, которые можно потребить, то есть использовать их меньше, товары, которые, скажем так, будут использованы для производства товаров в будущем, то есть инвестиций их также нет. Переориентация бюджета на оборонную сферу приводит к тому, что страдает гражданская. Так, к примеру, в сентябре в отдельных регионах Федерации исчез бензин на заправках из-за нехватки денег в бюджете на демпфер, когда производителям доплачивают за то, что они продают бензин в России, а не за рубеж. Неутешительные прогнозы у экономистов и на следующий год. Увеличение военных расходов в бюджете не стало чем-то неожиданным, учитывая продолжающуюся войну в Украине. Но резкий рост затрат на национальную оборону в 2024 году на 68% по сравнению с 2023 удивил большинство экспертов по макроэкономике. У экспертов много вопросов по поводу запланированных доходов, но бюджет 2024 года будет выполнен. Однако с большой вероятностью для этого не хватит резервов из Фонда национального благосостояния. И придется проводить девальвацию рубля. В итоге уже в 2025 году могут возникнуть серьезные макроэкономические риски, связанные с высокой инфляцией. Андрей Яковлев, ассоциированный исследователь в центре Дэвиса, Гарвардского университета, в интервью Deutsche Welle. Ситуация, считают экономисты, напоминает 1990-е, когда власти запустили печатный станок, чтобы рассчитаться по зарплатам. Но это все привело к классической инфляционной спирали. Юлия Грановская для телеканала Freedom. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова